Такое бы дело, сколько стоит, чем... Блин, короче, я на днях пойду к своему косметологу. Тата Косм, посмотрите, пожалуйста, в моих подписках Тата.Косм. Я даже напишу здесь. Я у неё делаю Тата. Только скажите, что от меня, потому что она тогда сразу вам со скидкой сделает. Тата Косм. Вот, Тата Косм я написала. Это мой, этот, как его, косметолог. Она чётко всё делает. Вот, и... Так что так вот. Ну, отправишь свои сиски. Так я сказала тебе, что нужно сделать. Ты ещё глупенький. Свои сиски. Ну, отправишь. Я сказала, что тебе надо сделать. Ты что такое вообще просто упрямый. Я же сказала тебе. Сначала свою письку ты отправляешь, потом я тебе свою сыску, свои сиски отправляю. Почему прекратила ГВ? Потому что мои сыски, они не предназначены для кормления детей. Мои сыски, они всегда предназначались только для плотских утех. Мои сыски. Мои сыски. Сначала пыски, потом сыски. Вот, да, Бонни Блум. Селенья нервничала во время беременности? Конечно, я орала. Мне было стрёмно. Я же целого человека из себя выталкиваю. Сначала я, конечно, не нервничала. Сначала так, я такая думаю, ну, типа, прикольно. Вообще схваток не чувствую. А потом, как началось, я не знала, что какое отверстие мне придерживать. То письку, то жопу, то попу. Просто из одного отверстия лезет говно, из другого отверстия ребенок. Я не понимаю, что делать в этой ситуации. Просто. Конечно, тут такое, знаете, состояние растерянности. Но ничего, нормально, все родилось хорошо. Селена, ты же удаляла тату на лбу, да? Вот Тата Косм, вот Тата Косм, Тата Косм пришла. Вот Тата Косм, вот, она правильно пишется, так по-другому. Тата, Тата, точка, вот она, Косм, Косм, Косм. Вот, Тата Косм, кто спрашивал про моего косметолога, Тата Косм. Скажите от меня, и Тата вам посчитает сразу со скидкой, там, символической. Какая-то там скидка была от меня, не помню, какая. Короче, вот к ней все вопросы, и это мой постоянный косметолог, и, ну, собственно, да, результат на лицо. Кстати, я к ней скоро пойду делать перманент. Перманент. Вот, и все цены, она там подскажет. Каким препаратом прекратила, каким препаратом прекратила ГВ, никаким. Просто перестала, перестала кормить. Просто стежила, просто стежила молоко раз в день, раз в неделю. Просто поменьше. Не надо стимулировать титьки, они сами, молоко само исчезнет. Тату хочешь полностью удалить, да, предназначение моей тату уже прошло. Но хотя, знаете, я к нему настолько привыкла, что оно мне не мешает. Это уже мой бренд, я не знаю, как я еще без татуировки своей, без любименькой. Ну, я потихоньку ее сложу. Так, ребятки, еще буквально 10 минут, и я пойду. Так что, задавайте свои каверзные вопросы. Как относишься к тому, что сейчас происходит на Украине. Ребят, я уже все комментировала, никак. Вы супер, очень люблю вас смотреть. Вам нужно участвовать в своих программах. Вы яркая личность. Все впереди, все нормально. Я еще поучаствую в программе «Веселый огородник». Мне кажется, знаете что? Вот я реально открою свою программу «Веселый огородник». Вы не так выращиваете помидоры. Я сейчас просто на дачу приезжаю. Я собираюсь там на даче скопать свой огород и завести скот. Завести там коров, цыплят, куриц. Ребенка там буду выращивать своего заодно. Вот, будем то там, то в Москву проезжать. Контент вам будем делать веселый. Так что так вот. У бабушки большая дача. Но это не бабушкина дача. Это дача моего отца умершего. Она бабушке перешла по наследству. И так получилось, что... Я бы с удовольствием бабушка отправилась сюда в Москву, чтобы она жила в своей квартире со своими соцработниками, со своими там, я не знаю, кем угодно. А сама поехала бы на дачу к маме в Киржач. И мне пофигу, что это не Москва. И мне пофигу, что это какой-то там, не знаю, другой город. Вообще абсолютно насрать. Потому что я блогер и контент могу найти где угодно. Хоть в Мухосранске. Или лишь бы был интернет. Вот и все. А бабушка, я не знаю, она со своей хатой, она уже все моски она проела. Это моя квартира. Вы на моей квартире претендуете. Вы хотите все отнять у меня. Вы хотите меня там порешать, сюда-сюда, короче. Бабка была умная. Я говорю, бабушка, забирай эту квартиру на таганке с потрохами. Нахрен она мне сдалась. Живи тут со своими с кем угодно. Господи. Я заработаю себе на квартиру. Я заработаю себе на квартиру. Я беднею. Пусть там не за год, но за два я себе заработаю на квартиру. В Москве. И в районе получше, чем... И получше в доме, чем вот этот дом. Господи. Я не знаю. Просто у нее прям, я не знаю, паранойя какая-то сраная. Но она сама не хочет. Она сама не хочет сюда переезжать. Она сама не хочет здесь жить. Она прекрасно понимает, что никто за ней заботиться не будет. Она лежит и все. В итоге мама целыми днями ходит, ей обрабатывает пролежние. Она там лежит, понимаете? Она в итоге просто... В итоге дача большая, да? Большая дача. Она лежит там, пролеживает пролежние. Ремонт никому не дает сделать. Кошек напустила. Лежит и орет, что все ее хотят порешать. В революционный центр мы хотим ее отдать. Так, короче, куда ни глянь, ее везде хотят порешать. Эту бабулю. Все хотят от нее избавиться. Так что вот так вот. Блогера народа. Это 137 на эфиры. И что теперь? Что у меня 137 человек? И что теперь? Я блогер, да. Какие проблемы? Какие вопросы? Наталья Бойко. А ты кто такая? А сколько у тебя в эфире человек? А сколько у тебя подписчиков? А ты блогер? Давай о тебе поговорим. Если ты хочешь внимания, давай поговорим о тебе, моя хорошая. Солнышко, ты вывезешь. Ты свой рот в мою сторону решила открыть. Не нравится кому-то по разным причинам? Так, 130 численно. Да, ребят, у меня бывает и не... Блин, кто меня знает, у меня бывает на эфирах и по 300, и по 500 человек. Мне вот... У меня есть мои 138, 141 человек. Ну и хорошо. Ну и я рада. Раньше вообще было 40 человек. Раньше вообще было 7 человек у меня на эфире. Раньше было 2 человека на эфире. Я рада, я рада. Я рада, что у меня есть мои 140 человек. И когда у меня было 40 человек, я была рада. Шутка неактуальная, моя хорошая. Следующий. Так, видимо, написала, чтобы ты внимания на нее обратила. Зачем? Это такой бред. Бляха, еще такие здесь сидят и гавкают. Да, есть. К сожалению. Ты одна с сыночком живешь. Да, если ты так изменилась с рождением сыночка. Да, согласна. Я очень изменилась с рождением сына. Я стала прям немножко по-другому относиться к жизни, к людям, вообще ко всему. Мой мир реально разделился на до и после. В лучшую сторону. Да, я согласна. В лучшую сторону. Намного. Я прям кайфую от того, что я поменялась в лучшую сторону. Мне кайфово, что я становлюсь лучше. Понимаете? Раньше, знаете, я считала, что круто быть такой, знаете, дерзкой. Круто быть такой, ну, я не знаю, прям всех куда-то посылать. Но это на самом деле не круто. Не круто. Просто дело в том, что это происходило из-за того, что я воспитывалась не в той компании. Вот не в той компании я свое детство провела. Не в той компании я провела свой подростковый возраст. Немножко воспитание было где-то неправильным. Вот. Все-таки в моем подростковом возрасте было круто быть дерзким, где-то кого-то обижать, где-то того там что-то это. И для меня, например, когда мне говорят, что типа, ой, ты классный, ты хороший, воспринималась, знаете, вот я негативно воспринимала какую-то похвалу в свою сторону. Я сейчас, кстати, над этим очень сильно работаю. Вот. Но не всегда, конечно, получается, но я стараюсь. Казахстане когда-нибудь была? Была. Алин такой красивенький. Спасибо большое. Спасибо. Красотка, я люблю тебя. Спасибо большое. Я постоянно работаю над своей личностью. Вот каждый день я просыпаюсь и работаю над своей личностью. Я стараюсь как-то лучше сделать свой инстаграм, как-то лучше сделать свою жизнь. Я даже, например, сейчас у меня в привычку вошло, вот я с собой замечаю, что у меня, например, в привычку вошло то, что я с утра встаю, у меня идут какие-то уходовые процедуры за лицом, я крашусь сразу. Вот с утра я встаю, я сразу начинаю краситься, куда-то собираться. Вот даже если я никуда на улицу не выхожу, я просто с утра за привычку взяла, что я встаю, умываю лицо, делаю маску и просто крашусь, даже если я никуда не иду, куда-то гулять. Потому что, во-первых, я выхожу в эфир и во-вторых, я там, допустим, куда-то в магазин идти, да, и там пофоткаться где-то, еще что-то. Вот, поэтому с самого утра у меня такая привычка, что даже если я никуда не буду, ни на свидание, ни на что, я вот просто, вот просто крашусь, просто вот, просто вот чтобы быть, если что, во всеоружии. И ничего страшного, что я накрасилась, ничего страшного, что я красиво оделась и никуда не пошла. Я же выхожу в эфир, я общаюсь с людьми. И просто, знаете, что вот раньше я смотрела свои эфиры, как я выходила в эфиры, да, то есть такая не накрашена какая-то вообще вот, да, мне самой это не нравится. А сейчас я выхожу в эфир, уже накрашена, уже одетая, уже там, как-то вот там прическа есть, и уже мне от самой себя кайфово, и уже я себя чувствую уверенной. Что за маска сегодня была? Блин, за 770 рублей покупала в Магните. Ну, просто магазин Магнит. Какие планы на 8 марта? Никаких планов нет. Мне очень нравится смотреть на твоем эфире. Ой, спасибо большое. Мне тоже нравится, что ты сидишь на моем эфире. Ветки, правильно делаешь. На самом деле, вот как-то я в Доме 2 приучилась, что вот у нас в Доме 2 всегда ты встаешь, просыпаешься, у тебя есть буквально там полчаса идти, собраться, и все, потому что ты понимаешь, если сейчас ты не соберешься, там конкурсы, потом еще что-то, еще что-то. На Доме 2 я как-то, знаете, к этому как-то относилась так спустя рукава, а потом смотрю сейчас, вот, например, свои эфиры с Дома 2, и я вот ни один эфир не хочу себе скачать, ни один эфир я не хочу себе поставить, чтобы я вот прям сидела и наслаждалась своим эфиром. Как питаешься? Ну, стараюсь правильно питаться. Но я могу позволить себе выпить пиво, даже могу выпить, чипсы могу себе позволить, но это раз в неделю. Я никогда не пропускаю твой эфир. Мне очень приятно, кстати. Мне, кстати, очень приятно, когда, мне очень приятно, что у меня есть постоянный зритель, что у меня есть постоянные подписчики, что у меня есть постоянные люди, которые смотрят мой эфир и не пропускают. Блин, это очень, на самом деле, дорогого стоит. Это реально дорогого стоит, и мне это очень греет душу. Вот, да, вот, когда вот человек пришел, зашел с эфира, это еще не так. А когда вот прям реально человек тебя ждет, твои эфиры ждет, постоянно приходит, лайкает тебя, заходит на свои... Это вот реально греет душу. Вот прям чувствуешь какое-то вот прям какое-то родство между тобой, и вот просто какой-то незнакомый человек просто ждет твой эфир, ну, где-то вот, где-то находится. Это очень приятно. Реально. Просто... Просто лавочки. Просто спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что со мной. Спасибо, мне очень приятно. Мне очень приятно. Когда вы переезжаете? После операции. Спасибо, мои хорошие. Я жду эфиры сам, 881. Ага. Спасибо. Ален. Ален. Ален, моя крошечка, моя птичка. Кто проснулся? Иди сюда, мой птенчик. Иди сюда, моя лапусечка. Мы тебя все ждем. Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай. Ползи, ползи, моя крокотуленька. Давай, давай, давай. Иди сюда. Мы тебя ждем. Ой, давай. Сейчас тебя расцелую. Давай, ползи, 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 ползи. Ой, давай, давай, на финиш, на прямой. Давай, я тебя жду. Ползи, да. Давай, ползи, ползи. Давай, иди сюда. Иди сюда. Идем. 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 Сейчас. Мы тебя все ждем. Давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ой, ты моя умницка. Давай, 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 давай. Ой, молодец. Вот, смотри. Вон, смотри. Вон, смотри. Всем привет, привет. Привет, привет. Всем привет. Всем привет. Скажи, я проснулся. Я проснулся. Да, я проснулся. Подтянулся. Да, я проснулся. Подтянулся. очень и очень сладко спал ты мой маленький скажи всем привет не грустите похрустите моя маленькая птичка моя птичка моя птичка мой маленькой мой красопосенькой красопуська красопуленькая мой красопуленькой мой малюсенькой варенишко будешь варенишко без сахара варенишко с черной смородиной на иди ползай иди 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 вон смотри твои игрушечки вперед розетки мы не трогаем розетки нам еще рано с тобой сколько на зубов 6 так все ладно мои хорошенькие мои дорогие мы пойдем собираться гулять хочу пройтись прогуляться все всем пока спасибо большое что пришли ко мне на эфир мне очень приятно жду вас в новых эфирах